Субтитры делал DimaTorzok Хочу с пацанами Пацан теперь с нами А теперь запомни Ты теперь пацан Ты теперь с улицы А кругом враги И в связи с этим я хочу Сказать несколько слов О сериале Жоры Крыжовникова Слово пацана Че может пособите? Братан мы на прошлой неделе корячились Не обессудь Из каждого утюга Идет реклама сериала Слово пацана Кто только не прошелся по этой теме Вы же у вас такой Кирилл Был по кличке Фантик Я сам все это застал в начале 90-х И посему знаю не понаслышке То, о чем будут тут вещать Отпечатки что-то застер? Сделано, конечно, Очень атмосферно И реалистично Думаю, консультанты у фильма Были знатные бродяги Которых воспитала улица Мы улица Универсамовская Но Через все эти грамотно подобранные наживки Цепляющие за ностальгические струнки Душ тех Кто сам все это пережил Проглядывает нечеловеческое поведение Идеологов тех движений Например Показанная в фильме Сцена Где толпой бьют ногами Просто топчут стадом одного человека Я сам попадал в такие замесы Пацаны ногами не бьют Пока на войне вов был Тут нога поменялась Да, как хотят так и бьют С девушкой идешь, с мамой Вообще без разницы Но это не пацаны значит Твари Один из главных героев Отморозок Марат Видите ли оскорбился На замечание парикмахера О том, чтобы тот не включал По пусту фен И задумал лютую месть Он решил не оплачивать за стрижку И объявил о своей наглости вслух А когда женщина назвала их чертями Кем они по сути своей никчемной И являются, совершая подобные выходки То наш герой Готов был порвать ту парикмахершу Как шакал И он бы сделал это Если бы его не оттащил второй Поцан Еще не зомбированный Блатной романтикой дегенератов Лишнего не надо Добро пожаловать в Казань Главных героев Временами посещают вспышки Озарений человечности Сколько я должен У меня просто сейчас нету Я через неделю могу только самое раннее Не надо ничего Живи спокойно И можно усомниться в том, что это подонки Три рубля легковушка Так-то наша дорога Вы сейчас столько творите Кого он послал К примеру Показано так Как и было на самом деле А именно Так называемые старшаки Всегда вымогали деньги у младших И более слабых И бездуховитых персонажей А мелкота Глядя на них После проделывала Те же самые процедуры С более слабыми И младшими Все это сопровождалось Лозунгами Типа без лоха И жизнь плоха Че надо? Там очень шпанно Мне платят С чего это он твой? Он должен Тверди Если ты хотя бы раз Принесешь деньги То ты попал И тебя начнут доить Аки-корову Может мне он тоже должен? Мне Только мне Они люди А остальные терпилы Людское воровское Сказки-прибаутки Позорище На что велись В целом и общем Оглядываясь назад Скажу так Вся эта блатота Примитив пещерный Зэковская проверка На страх И наличие духа Встали Тебе что отдельное приглашение нужно? Ласковый май Комбинация И мираж Менты Избивающие заключенных От этого сериала Побившего все рейтинги Невозможно отлипнуть И под всем этим Смачным соусом До сих пор Воспитывается Поколение Дегенератов И вырожденцев И тут же В этом Ошарашившем Всю публику Проекте Продвигаются Перевернутые Ценности Я первый раз в жизни Собрала Я первый раз в жизни Собрала Че привыкай Привыкай По сути своей Вся эта блатная романтика Есть паразитизм Чистой воды А все эти рисованные Авторитеты Собиравшие в те годы Вокруг себя Шайки Недоумков Подсели на иглу В конце 90-х И скололись героином Окончательно Потеряв свой Фиговый авторитет О чем в сериале Умолчали Черняшкой гасишься Через день На нас пацаны С других районов Смотрят Думают Что это наша улица Такая угашенная А тем временем В реальности Происходит следующее Уголовников Освобождают Из одного заключения И заключают С ними другое Контракт В котором им позволено Убивать себе подобных За деньги А после Дарят им свободу А пропаганда Ауе В школах И малолетки Которые Уже буквально Сейчас Насмотревшись Слово Поца Начинают Копировать Поведение Популяризаторов Той блатной Романтики И поведение Отморозков Мимикрирующих Подробин Гудов Закрутит Следующий Виток Этой спирали Поколений И все Вернется На круги Своя Поражает Обилие Положительных Отзывов Типа Правду Показали Это Вот То самое О чем я говорил Это честная Картина Которую Нужно Уметь Слушать И смотреть Как правду Потому что Жора Говорит Правду Про То Самое Время Ну Да Так И есть Правду Матку Сваренную В солянку Из самых Жутких Историй Которые Происходили В разных Районах И были На слуху Ну Что Ослепли Все И не Видят Что нам Пытаются В очередной Раз Скормить Взять К примеру Ура Патриота Никиту Михалкова Который Возмущен Воплями Недовольных И называет Говном Тех Родителей Которые Не показали Этот сериальчик Своим Отпрыском Если Родители Боятся Эту Картину Показывать И боятся Что их Дети Станут Такими То Это Родители Говно Это Они Не Умеют Воспитывать Своих Детей Это Они Не Уверены В том Что Они Сумели В своих Детях Воспитать Отвращение Это Настоящее Кино Это Честное Кино Ты Сам То Его Посмотрел Дядя Или Тебе Сказали Замолвить За него Словечко Думаю Что Второе Пацаны Мне Все И я Все Пацанам Кто Меня Знает Тот В курсе А Ничего Что Тихом Тихом В этом Вбросе Продвигают Зоофилию Показывая Кадры Из Порно Где Екатерина Вторая Совокупляется С Что Реально Что Смотреть Будем Как Она С Конем Ты Никита Предлагаешь Показать Это Своим Детям И Объяснить Что Так Делать Нельзя Да Уж Что Тут Еще Сказать Это Кино Которое Нам Очень Нужно Давай Так Я Тебе Слово Пацана Даю Все С тобой Нормально Будет С С С Ключи Смотри Можно Вычислить Чему Ты Слова Пацана Да Конечно А между Делом Ура Патриот Никита Михалков Вот Уже Которую Свою Передачу Кряду В конце Предлагает Выпить Водки Своим Зрителям Помятуя Нашу Добрую Традицию В конце Нашей Передачи Поднимем Вместе Рюмку За победу За Нашу Победу Алкоголь Это Наркотик И Своими Призывами Выпить Рюмочку Он Занимается Пропагандой Пьянства А тост Которым Он Сопровождает Своё Бухло Принадлежит Советскому Разведчику Алексею Федотову Из Фильма Подвиг Разведчика Который По сюжету Был Отправлен В оккупированную Немцами Винницу Во время Второй Мировой Войны За победу За Нашу Победу И Теперь Если Провести Аналогию С этим Действом То Кто Тогда Есть На самом Деле Этот Персонаж Ура Патриот Никита Который Подвергся Огромной Страшной Критике Разбором Воплем Что Это Развращает Молодежь Это Убивает Все Святое Чистое В детях И так Далее Ложь Это Неправда Жестокая Правда Жоры Крыжовникова Она С любовью Она С любовью К своим Героем Она С состраданием Своим Героем Мало Того Он Показывает Как Трагически Заканчиваются Судьбы Таких Ребят Он Говорит Об Этому А перепуганные Диванные Критики Которые Ищут В интернете Подтверждение Тому Что Эта Картина Ужасна Поэтому Они Не могут Воспринять Всерьез И правильно Картину Жоры От слова Восемь Восемь Вечера В тюрьме Проверяли Камеры Ашмона На иврите Восемь И отсюда Пошло Шманать Халява Откуда Пошло Слово Халява В субботу Если ты Надоел Молоко У коровы Ты ее Не можешь Использовать И ты Должен отдать Отдавали Ивреем Кричали Халяв Молоко Все Слышали Халява Приходили И Сбрались От еврейского Слово Халяв Молоко Че Как наказывать Будем Че думаешь Чушпан Я не Чушпан А кто Ты Человек Пидор Тоже Человек И че Всем Известно Что Существуют Воровские Жаргоны На Котором Болтают Между собой Уголовники Чтобы Другие Люди Не совсем Понимали И Как ни Странно Если Вы Даже Заглянете В Советскую Литературную Энциклопедию Что Я Нарочно Делал Или Случайно Там Попал На Это Там Огромная Статья Новоросские Жаргоны С Хорошей Библиографией На Иностранных Языках И так Далее И так Далее И вот Странная Штука С этими Воровскими Жаргонами Они Не Выдумывают Слова А они Берут Из Какого-то Другого Языка И вот У меня Есть Книжка Автор Родерих Штольхайн The Riddle Of The Jew Success Загадка Еврейского Успеха И вот Тут Он Между Прочим Пишет Происхождение Гаунершпраха Гаунершпраха Это Язык Жуликов То Что У нас Это Называется По-русски Воровскими Жаргонами В Германии Это Гаунершпраха И вот Когда люди Занялись Всерьез Этим То Оказывается Что Почти Все Это Гаунершпраха То есть Воровской Язык Германии Он Взят Из Идиш Из Еврейского Языка Хороший Вопрос Почему И ответ Очень Простой Потому Что В период Первоначального Накопления Капитала Евреи Очень Часто Являются Скупщиками Краденого А Скупщики Краденого Они В какой-то Мере И организаторы Этого Ну И В какой-то Мере Это Малина Или Фотера Где Они Там Собираются Крутятся И Таким Образом Еврейский Зык Идиш Он Перешел В Это Гаунершпраха И почти целиком Немецкие И воровские Жаргоны Они состоят Из еврейских Слов Вот эта книжка О которой мы Говорим Загадка Еврейского Успеха Так что В Германии Воровской Жаргон Берет свое Начало От евреев Тут еще Одно Интересное Место Есть Он Пишет Что Евреи Это Секта Изгнанных Дегенератов Которых Изгнали Из двуречия Между Тигром И Вефратом Зарождение Собственно Евреев Происхождение Как Секты И там Он указывает Еще более Серьезный Источник Смотри Книгу Фритша Handbook Der Judenfrage То есть Энциклопедия Еврейского Вопроса Handbook Of The Jewish Question 27 Издание А 27 Издание Это Значит Книжка Очень Серьезная И очень Авторитетная В Германии 27 Изданий Мало Какая Научная Книга Выдерживала Тут Я Теперь Даю Источник Этой Информации Источник Очень Серьезный Но Я боюсь Если Вы пойдете В Нью-Йоркскую Библиотеку В немецкий Отдел И спросите Эту Книгу То Вы Опять Наткнетесь На Спецхран И поцелуете Решетку Или Замок Кого Это Интересует Может Проверить Автор Фрич Handbook The Jewish Question Но Та же Самая История Что И с Воровским Жараоном На Немецком Языке То же Самое И в Английском Языке Есть Целый Ряд Серьезных Источников Которые Касаются Этой Темы Кого Это Интересует Может Заглянуть Просто Большую Серьезную Библиотеку В предметный Каталог На Слово Воровские Жаргоны И там Вы найдете Массу Серьезной Библиографии Но Не только В немецком И английском Та же История И В русском Воровском Жаргоне Он Берет Своё Происхождение От Идич Ну как Маленький Пример Возьмём Такое Новообразование В русском Советском Языке Как Слово Форцовщик Оно Сейчас Очень Распространённое Форцевать Незаконная Торговля С иностранцами Спекулятивная Торговля Русского Корня Нету Если Кого Интересует Поищите В конце Концов Вы найдёте Корень Этот Идич В том же Воровского Жаргона Официальное Издание Советской Милиции В городе Киеве 64-й год И там То же самое Масса Корней Воровского Языка Они Берут Своё Начало Из Идич Вот Никому Даже В голову Не придёт Все мы Знаем Такое Слово Как Пацан Пацан Это Мальчишка Мальчишка Там Такой Небольшой Лет Восьми Девяти А какой Корень Никто Не догадается Смехотворный Спросите Там У кого-нибудь Я не хочу Это так Подробно Объяснять То же самое Что Шмок И то же Самое Что Жит На древнею Юрейском Языке Это означает То же самое От этого Происходит Логически Наше слово Пацан Которое Все мы Знаем Все мы Потребляем Воровской Жаргон Берёт Своё Начало От Юреев Почему Они были Скупщиками Краден А уже Дети Их Становятся Адвокатами Врачами В парламент Попадает Некоторые Думают Кто я такой Правый Или Левый Здесь Я должен Сказать Что я И не Правый И не Левый А Как бы Верхний Который Смотрит Налево И направо И Смотрит На это С академической Точки Зрения Воровская Феня Язык Русских Уголовников Который Пришёл К нам От еврейских Равинов Слово Феня Происходит От еврейского Афен Способ Блатной На идише Записочка Фраер На идише Свободный Вольный Ксива На иврите Документ Малина От еврейского Малон Гостиница Место сборищ Уголовников Пацан От еврейского Поц Маленький Писюн Бугор От еврейского Бугер Взрослый Бригадир Лох От еврейского Лохут Жадный Тот, кого можно Обмануть Одурачить Малява Письмо От еврейского Милова Слово Пошло Согласитесь Странно Уголовники Русские А вся фения Еврейская Почему так Да потому Что весь Уголовный Мир Все преступления Мира Все зло Этого Мира Работорговля Скупка Краденого Ростовсичество Все пришло К нам От евреев Поскреби Любого Русскоязычного Уголовника И найдешь Нам еврейскую Кровь Евреи Как никто В мире Умеют Мимикрировать Под местное Население Под местную Культуру Размывая Ее изнутри Все что есть Русского У так называемых Русскоязычных Уголовников Это язык Который Как выясняется Тоже совсем Не русский Да Свадьба Похороны Обрезания Михаил Ставропольский Я прекрасно Понимаю Что многие Зрители Скажут Мол Ты сам Создавая Подобные Ролики Продвигаешь Этот сериал Ибо Черный Пиар Это Лучший Пиар И я Согласен С этим Но Не могу Промолчать А выводы Будет делать Каждый Самостоятельно Я все это Заслужил Все вот это Эту чашу Мне нужно Испить до дна Желаю всем В новом году Оставаться Всегда Трезвыми Исключить Из лексикона Еврейский Жаргон Не называть Никого Поцами Слово Пацана Изращивать В своих Детях Только Человеческие Качества Всех Обнял Продолжение следует... Я За эту степь Стою Я Баранам Все И они Мне Тоже Все Ну там Мясо Там Шерсть Че вы Как звери То Давайте Нормально Вопрос Решим По-чабански